Вести продолжает Вести Ульяновск, в студии Владислав Витковский. Добрый вечер, смотрите в нашем выпуске. Проводники в мир знаний, в мир добра День Учителя сегодня широко отмечают в России, празднуют и в регионе. Действовали по одной схеме и только ночью после серии краж полицейские взяли грабителей на месте преступления и с поличным. Томный вечер, любование, полный луной в ДК губернаторские вьетнамцы отметили праздник середины осени. 18 часов по Москве в Государственном Кремлевском дворце началась торжественная церемония закрытия Всероссийского конкурса «Учитель года России-2017». С этого момента очень многие ульяновцы судорожно начали листать новостные ленты интернета, чтобы первыми узнать, кто же стал абсолютным победителем конкурса. Ведь до самого финала дошла наша землячка Анастасия Менгачева, выпускница Ульяновского педагогического университета и учитель русского языка и литературы Димитровградской школы. Она в пятерке лучших учителей России, за нее очень болеют ученики и коллеги. Пытаются найти нам те материалы, которые мы, может, не узнаем из обычного урока. Она необыкновенная, она светлая учитель, она очень добрая. Дети мне один раз приходили, рассказывали, что очень интересно на уроках. Мы, как коллеги, присутствовали на уроках у нее. Уроки замечательные. Там пять участников, все мужчины. И только она одна девушка, она должна победить, сказать, что женщины могут победить и лучших мужчин. Действительно, Анастасия Менгачева единственная дама в пятерке лучших учителей России. Двое из них соседи из Самары и Казани, еще два педагога из столиц Северной Петербурга и Москвы. Два часа назад с великолепной пятеркой встретился президент страны и лично поздравил победителей с их профессиональным праздником. Выбор был простой. Выбор осуществляли специалисты. Кому достанется хрустальный пеликан? В Кремле с минуты на минуту объявят имя учителя года. С финалистами встречается президент. Ну и главная интрига вечера еще не разрешилась. На сцене Кремлевского дворца заместитель председателя правительства России Ольга Гладец наградила пятерку победителей малыми хрустальными пеликанами. Кому достанется большой хрустальный пеликан, станет известно с минуты на минуту. В конце выпуска я надеюсь, что мы все-таки сообщим вам эту весть. Лучшие педагоги 2017. Доску почета учителей Ульяновской области пополнили новые имена. Сегодня в день учителя Министерства образования чествовало лучших педагогов региона. По итогам 2017 года рассказывает Ирина Силкина. Наталья Кузнецова работает логопедом в специальной школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья. Пришла в профессию 9 лет назад, закончив отделение коррекционной педагогики в Самарском педагогическом университете. Каждый день всегда, везде, на занятия, в игре будем четко говорить и не будем мы спешить. Общий педагогический стаж у Натальи 12 лет. Начинала она воспитателем в детском саду. На получение высшего профильного образования ее сподвигло желание помочь одному сложному воспитаннику. Теперь Наталья Кузнецова помогает деткам с особенностями учиться, говорить и писать. Самое главное в каждом ребенке видеть личность, видеть все его плюсы, не обращать внимания на минусы, потому что плюсов в детях всегда больше. Отдавать детям всю душу, любовь. Коллеги отзываются о Наталье только положительно. Говорят, что с первого дня она зарекомендовала себя очень ответственным, активным и профессиональным педагогам. Ко всему она подходит с большой душой. Дети ее очень любят. Результат коррекции и профессиональной деятельности очень высокий. До 45% она выводит детей в общеобразовательную школу. Сегодня Наталью Кузнецову, как и многих ее коллег по педагогической деятельности, чествуют первые лица области. Портрет педагога обновил Аллею славы учителей нашего региона. Этот проект существует с 2006 года. Ежегодно на такой доске подсчета размещаются лучшие педагоги Ульяновской области. Это является мерой поддержки, также учрежденной на региональном уровне. И, на мой взгляд, позволяет нам ближе и лучше знать наших самых ярких учителей Ульяновской области. Новых героев Аллеи славы поздравили и вручили им благодарственные письма. Ирина Силкина, Алексей Прохоров, Дамир Губеев, Вести Ульяновск. Депутаты Ульяновской городской думы также поздравили лучших учителей с профессиональным праздником. Чествование ротоборцев «Истины и добра» прошло в киноконцертном комплексе «Современник». Лучшим инженерам человеческих душ вручили благодарственные письма и грамоты. Мы произнесем с вами еще раз вместе слово «мышь». Постараемся тянуть этот гласный звук и послушаем. «Мышь». В гимназии номер один Екатерина Блохина пришла шесть лет назад. Молодой педагог опекает уже второй набор учеников начальных классов. Это самый благодарный возраст, когда ребятам отдаешь много энергии, а взамен получаешь много добрых и сияющих лучей, считает преподаватель. Они стремятся показать эти свои знания не только потому, что мы хотим учиться, да, и хотим быть умнее, да, а мы действительно хотим порадовать учителя своими знаниями, своими оценками. Быть инженером детских душ в наше время не просто, признается учитель, но сработала потомственная. Бабушка Екатерина Ивановна 40 лет вкладывала силы в своих учеников. Педагогическую жилку унаследовала внучка. И вот награда за нелегкий учительский труд. В этот день лучших ульянских преподавателей чествовали в обновленном киноконцертном комплексе «Современник». Благодарственные письма и почетные грамоты Ульянской городской думы вручал Сергей Панчин. Глава города поздравил учителей с профессиональным праздником. Это так, как в семье сегодня называют папа и мама главные люди, так учитель, профессия. Это главное на сегодняшний день в умах каждого государства, в политике каждого государства. А в Российской Федерации это особенно. Всего около 4 тысяч. Столько педагогов трудится в ульяновской системе образования. Но даже в профессиональный праздник занятий никто не отменял. И напряженные уроки компенсировали концертом. Школеры постарались сделать его для наставников интересным. Эдуард Истомин, Алексей Прохоров, Вести Ульяновск. Другим вестям. Уборка сахарной свеклы в самом разгаре. В Чердоклинском районе собирают хороший урожай этой культуры. Комбайны едва успевают отгружать корнеплоды. Рабочий день начинается с 7 часов утра. Машины заходят на весовое хозяйство, взвешиваются, идут на нашу буму, где происходит очистка от грязи, земли, листьев и ложечек кагаты. В это время наша славная железная дорога подгоняет вагоны. И мы, так называемые машинами, мех-лопата, ПТС-77, грузим их вагоны, оформляем на железную станцию, отправляем на сахарный завод на переработку. Отвозят свеклу на Цельнинский сахарный завод. На Чердоклинской же свеклобазе на данный момент принято свыше 16 тысяч тонн сладких корней. Привозят сюда свеклу из двух хозяйств. «Хозяйство Чердоклинского района завершили уборку сахарной свеклы на площади 50%. Валовый сбор на сегодняшний день составляет 21 тысячи тонн. Средняя урожайность с гектара 341,1 сгектара. Предварительно, примерно ожидаем валовку, 42 тысячи тонн». По словам аграриев, урожайность этого года на уровне прошлых лет собрать планируют около 50 тысяч тонн корнеплодов, а завершить уборку через 10-12 дней. Торговые точки и микрофинансовые организации были под пристальным вниманием грабителей. Они отслеживали объекты с большим оборотом клиентов, где в конце рабочего дня скапливалась крупная сумма денег, и ночью совершали налет. Взламывали помещение, вскрывали сейф и забирали деньги. Так налетчики действовали с середины этого года, но сколько веревочки не виться, конец один. Полицейские задержали грабителей с поличным в момент совершения очередной кражи. Задержанные подозреваются в совершении 8 краж на общую сумму около 500 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту следственными органами территориальных отделов МВД России по городу Ульяновску возбуждены уголовные дела. Одному из подозреваемых избрано мера пресечения в виде заключения по стражу, а второму – домашний арест. В Ульяновске задержан автомобиль стоимостью около 6 миллионов рублей. Мазерати Леванты был остановлен на дороге Димитровград-Ульяновск во время совместной работы госавтоинспекторов и сотрудников таможни. По сообщению пресс-службы Ульяновской таможни, итальянский красавец, зарегистрированный в Германии, находится на территории России, превышая установленный срок ввоза. В отношении владельца автомобиля возбуждено дело об административном правонарушении по факту не вывоза с территории таможенного союза транспортного средства в установленный срок. Автомобиль изъят в качестве вещественного доказательства. Ведется административное расследование. Познакомиться с традициями Вьетнама и попробовать настоящую азиатскую кухню смогли дети из разных школ Ульяновска. Во Дворце культуры губернаторские отпраздновали середину осени. Для вьетнамского народа этот день считается одним из самых важных в культуре, поэтому отмечают его всегда масштабно и зрелищно. Тет Чун Тху или праздник середины осени. В современной традиции праздник называют вечером любования полной луной. Считается, что в этот день лунный диск самый яркий и круглый в году. Небесное тело является символом женского начала и плодородия, поэтому Тет Чун Тху – это еще и время завершения сбора урожая. Сопровождается он угощением – лунными пряниками из риса. В Ульяновске у нас мы через конкурс гранты на проект этого праздника. И мы проводим на наши праздники и как Кативан с другим национальным. Праздник действительно стал многонациональным. На сцене Дворца культуры губернаторские выступили лучшие танцевальные и вокальные коллективы области. Они представили обычаи и традиции не только народов Азии, но и Ульяновской области. Наш номер называется «Китайский калитоскоп». Его цель – показать колорит китайской культуры и рассказать о ее красоте в нашем номере. Как отметила режиссер проекта, это событие можно назвать в гостях у вьетнамского праздника. На концерт были приглашены ученики ульяновских школ, а также представители национальных культурных автономий. И в преддверии нашего Нового года, который наступит через три месяца, вот этот праздник – это своеобразный такой Новый год для детей Вьетнама, когда родители, взрослые могут детям устроить удивительное карнавальное шествие с зажиганием звезд, с зажиганием фонариков, исполнением желания детей и угощением ритуальными, такими национальными традиционными пряниками, печеньями, сладостями, фруктами, которые специально всю ночь готовят родители. Костюмы и декорации для мероприятия были заказаны во Вьетнаме. Детям раздали традиционные праздничные звезды, а в фойе все желающие смогли попробовать вьетнамские угощения. Мария Сафронова, Екатерина Лазарева, Герман Баранов, Весть Ульяновска. Да, непростое это дело – из пятерки выбрать самого-самого, а мне из трех вариантов текста один. Абсолютный победитель всероссийского конкурса «Учитель года» все еще неизвестен, торжественная церемония в Кремлевском дворце все еще продолжается, а значит, эту новость мы сообщим уже завтра. Всего доброго, до встречи. В ближайшие сутки атмосферное давление будет падать. Температура воздуха ночью по области от 2 до 7 градусов, в Ульяновске от 3 до 5. Завтра днем по области 9-14, в Ульяновске 10-12.